В Каире это площадь Тахлир, где там музеи, где тоже монастырства, где наш парламент. Тоже именно на этой площади или именно около музея там встречаются линии метро города. У нас в Каире две линии метро. Первая линия метро подземный, это с юга на север, длина 65 километров. Вторая линия метро, с запады на востоке, 42 километра. Но метро в Каире небольшой, маленький, поэтому по городу метро не хватает. У нас в метро, дамы и господа, как вам рассказывали, две линии встречают только около музея в центре. У нас в метро такой закон. У нас в метро мужчин в женской вагоне запрещено. Значит, там в метро есть вагоны только для женщин. Если полицейские нашли мужчин в женской вагоне, тогда его штрафуют 10 долларов или 50 фунтов. Если наоборот нашли женщину в мужской, а тогда ничего. Женщины ради могут в любой, могут в мужской, но мужчин в женской это запрещено, тогда это штраф. Поэтому уже в Египте женщины ради никогда их не штрафуют, штрафуют только мужчин. Конечно, дамы и господа, это центре Каира, как вам рассказывали, второй район города. А третий район города, где именно сейчас находимся, называется Гизе. Вам рассказывали, что Гиза в древнем Египте была для похоронения. Значит, что древние египтяне, а где они жили, парауны, древние египтяне, жили только на восточном берегу реки. Мы сейчас находимся на восточном берегу, мы сейчас находимся, извините, на западном берегу. Именно на восточном берегу реки древние египтяне там жили, занимали сирийское хозяйство, занимали земледелие, где там строили жилые дома. Жилые дома фараунов до наших дней совсем не сохранились. Сохраняют только города мертвых фараунов. Древние египтяне, почему именно здесь на западе похоронили, древние египтяне заметили, как солнце восстает на востоке, садится на западе. Поэтому так они именно читали, что солнце это рождается на востоке и умирает на западе. Поэтому так уже была западный берегниль или Гиза, была только для похоронения. Поэтому пирамиды находятся в Гизе. Сама пирамида, вам рассказывал в музее, что она была только как гробница для фарауна. А так пирамида по значению, она была только для мумии, была только как гробница для фарауна или для короля. Эти как три района города, старый центр Гиза, Каир это как самый большой город Египта, Каир это как центр государства Египта, Каир был построен только в 641 году н.эра. До этого столица Египта была на севере, столица Египта была, как вы знаете, Александрия. Александрия это была построена при Александре, когда пришел в 332 году до нашей эры. Но арабы, когда пришли из пустыни Саудского Аравии, арабы, конечно, они никогда не привыкли на муры жить. Арабы в то время испугались жить в Александрии, поэтому арабы в то время решили строить для них маленький город на берегу реки Нила. Назовали или сейчас известно как Аль-Кахера или Каир, поэтому этот город в основном был построен в 641 году н.эра. Конечно, дамы и господа, Каир вам рассказывали, что самый большой город это по населению, значит много народ живет в столице у нас, 35% населения Египта живут только в столице. У нас в Каире 18 миллионов, как именно эти, как постоянно в городе живут, а еще приезжающие каждый день приезжают из разных городов и работают. В Каире 3-4 миллиона, значит днем население в городе достигает до 22 миллиона. 22 миллиона, 35% населения Египта живут только в столице, поэтому здесь в городе всегда так много пробок. Конечно, город Каир известен у нас как город, который никогда не спит, а так город точно не спит. У нас уже движение, люди ходят и едут по городу целый день, у нас магазины не закрываются. Люди точно не спят, едут и ходят целый день по городу, но магазины не закрывают, потому что у нас нет такого закона, который определяет, во сколько нужно закрыть или открыть. У нас уже в магазине все закрываются, открываются каждый, как хочется, поэтому точно люди так не спят. Конечно, дамы и господа, тоже здесь именно в Каире много пробок, как вам рассказывали, причине в этой, что мало светофоров. Заметно было нам, что здесь мало бешеходных переходов, мало светофоров. А почему? Первый вопрос всегда, почему это мало светофоров здесь в городе? В городе мало светофоров, потому что здесь плана нету. Значит, когда город строили, не планировали. Это как самая большая проблема сейчас в городе, поэтому сейчас, дамы и господа, конечно, жить на крайне города намного разлучше, чем жить в самом городе. Потому что город в основном, как вам рассказывал, когда строили, не планировали, поэтому заметно нам, что дома почти как каждый друг на другой. Расстояния между домами нету, а так уже самая большая проблема у нас здесь в городе. Но тоже много пробок, причине в этой не только так мало светофоров. Нет причине в этой, люди не соблюдают, заметно было вам, что каждый едет как хочется, каждый остановится как хочется. А здесь люди не соблюдают, закон не очень такой серьезный. У нас прямой штраф нету, значит, у нас полицейские нас не так прямо штрафуют. Они только пишут нам кафеданцу, номер машины пишут, потом каждый год, когда сделаешь новый паспорт для машины у полицейских там рассчитать за год. Значит, штраф это только за год рассчитать, конечно. А там у полицейских, когда сделаешь новый паспорт для машины, нужно там ходить и спрашивать, а сколько штрафуете меня за год прошло. Так и так, потом, например, говорят, что тебе штрафа тысяча фунтов, тысяча фунтов иногда, и тебе много денег. Тогда что делать? Тогда делать только так, потому что торговаться, торговаться, торговаться достигают иногда до 100 фунтов. Даже не только так, но если у тебя так много знакомых, тогда ничего не заплатить. И действительно, поэтому, конечно, уже заметно нам, как уже люди не соблюдают. Это как самая большая именно проблема здесь в столице, здесь в городе. Дамы и господа, тоже здесь в городе или именно в Киире, если вам рассказывали, что 35% населения, тогда нужно узнать, что плотность населения у нас во всех городах Египта очень высокая. Египет, дамы и господа, занимает третьи места мира по плотности населения. Особенно эта столица, особенно здесь в Киире, приходится на один квадрат километр. Здесь много народ, поэтому уже здесь именно плотность населения в городе очень высокая. Тоже у нас такой. У нас уже, если известно, что в каждой стране самый дорогой город – это столица, у нас это наоборот. У нас Киир – это не самый дорогой город. Представляете ли, что если здесь в Египте другие маленькие города, они намного раз дороже, чем в столице. Почему? Потому что там земля больше, цена земли больше. Там тоже квартира цена побольше, чем в городе, чем в столице. Потому что именно места, где населённые пункты в Египте – это очень мало. Поэтому уже здесь люди приезжают в Киир сюда и живут. Более выгодно, конечно, у нас жить в столице, чем жить в других маленьких городах. У нас это наоборот. Как вам рассказывал, именно здесь Киир – это не дорогой город, не самый дорогой город. Но ещё на другие маленькие города в Египте намного раз дороже, чем Каира. Если тоже, дамы и господа, плотность населения так высоких в Египте, потому что египтяне живут только именно в городах. Египтяне живут только на 4% территории. Значит, что 96% территории Египта состоит всегда только из пустыни. И 4% только, где находятся населённые пункты, находятся только на берегах Нила. Поэтому уже египтяне живут только на реке, только на реке Нила. Поэтому такая река в Египте считается как артира страны. Считается как источник жизни Египта. У нас в Египте только одна река. У нас в Египте тоже река протекает, но притоков она не принимает. Значит, полтора тысячи километров протекает река Нил, полтора тысячи километров по пустыне притоков совсем она не принимает. Дождь у нас это мало, редко. Поэтому у нас орошение это только с реки. Растительность мира только вдоль реки. Тоже египтяне живут только на берегах реки Нила. Поэтому такая река, если историки читали, как это основной причиной в развитии цивилизации, тогда такая река считается у нас как артира страны, как источник жизни Египта. Все города Египта на берегах Нила находятся. Конечно, дамы и господа, в Египте есть много народов, конечно, и население Египта, что они каждый день увлечиваются. Представляете ли, что в Египте каждые 27 секунд рождается ребенок, каждые минуты 3 дети рождаются? У нас это самая очень большая проблема здесь в Египте. Много детей рождают. У нас в среднем у бедуинов население в Устине, у них в среднем, если жена только одна, у каждого бывают 8-9 детей. Представляете 8-9 детей у каждого в среднем в семье? Конечно, много детей, так и уже в Египте. Каждую минуту 3 дети рождаются в Египте. В Египте сейчас население 85 миллионов. Итак, население Египта, 90% эти мусульмане, а 10% христиане. Христианство возникло в Египте до ислама. Значит, в Египте сначала христианство так возникло, а потом уже ислам пришел только в 640 году наш Иран. В Египте мусульмане христиане живут, но они ничего не отличаются. Христиане Египта 10% населения, 8% из них православных и 2% католики и брустантий. Но христиане Египта, как их называем? Христиане Египта называем их егоптами. Слово «екопт», как в книжках иногда встречат, слово «екопт» это просто название египетских христиан. Конечно, дамы и господа, здесь тоже, как, например, справа и слева, буквально так смотреть, как город не планировали. Здесь, дамы и господа, люди строят такие дома, потому что семья здесь большая. Семья большая, в таких квартирах маленьких неудобно жить, поэтому у нас в Египте такой цель. Нужно строить для детей большой дом. В-первых, чтобы как большой коллектив живут вместе навсегда, а во-вторых, и самое главное, что это большой запас для детей. Поэтому в Египте самое главное после жениться нужно делать большой запас. Большой запас для жени и для детей. Но как делать это? Нужно зарабатывать, работать, постараться строить дом большой для семьи, для жени, для детей. Поэтому у нас плохо, что мужчины, гости, женицы, они уже живут не ради себе, живут только именно ради детей. Ради детей, ради семьи, поэтому уже такие квартали справа и слева, каждый друг на другой, так строили. Здесь плана нету, как вам рассказывал, но цель другой совсем. Цель нужно строить дом для детей. И много детей, так уже в Египте и в семью, как вам рассказывают, у бедуинов бывают 8-9 детей. Конечно, дамы и господа, здесь тоже именно в Египте, если так уже много детей, так в Египте, в среднем 8-9. Почему так это именно уровень рождаемости высокий в Египте? Это, конечно, первое вовлечение, это традиция. У нас такие традиции в Египте, у нас после женица спрашивают только о детях. Если даже у кого-то пришел ребенок прямо через год, его спрашивают о второй. Второй пришел через год, а третий. Третий пришел, аж всегда только так о детях спрашивают. Особенно сильно родители мешают. И тоже не только традиции, так, но еще, конечно, работа помогает. Но если уровень рождаемости высокий, как работа, так помогает. Работа у нас, дамы и господа, рано оканчивается. У нас государственная работа начинается в 9, оканчивается в 2 часа дня. 2 часа дня уже люди возвращают, или мужчины возвращают домой. А женщины не работают, женщины половина дома не работают. Если женщины дома не работают постоянно, а мужчины возвращают только в 2 часа дня, недолго так работают, а тогда они долго остаются дома. А логично тогда, что делать, конечно, кроме детей. Если 100 квадратных метров стоит только как именно 20 тысяч долларов. В 20 тысяч долларов нужно покупать квартиру. Но, конечно, здесь тяжело жить. Но просто так, если нужно покупать, тогда здесь можно покупать за 20 тысяч. Шабакса в квартиру, это с видном на пирамиду. Значит, пирамиды здесь находятся? Да, пирамиды в городе находятся. Пирамиды, конечно, когда строили, строили только в сухой пустыне. Далеко от реки Нила. Древние египтяне всегда так именно похоронили только в сухой пустыне, чтобы мумии их сокровищи надолго сохранились. И пирамида сама гробница, поэтому пирамида всегда была построена именно как в сухой пустыне. Но город Каир вырос быстро вокруг пирамиды, поэтому сейчас пирамиды кажутся нам, что они как в самом городе находятся. Конечно, дамы и господа, здесь в Египте вам рассказывают, что много пирамид. 96 пирамид эти древние египтяне так строили. Древние египтяне строили эти пирамиды только в течение 9 веков. Значит, с 32 до 23 века до н.э. С 32 до 23 века до н.э. 9 веков это было время правления фараонов древнего царства. Древнее царство фараонов это эпоха правления фараонов строителей много пирамид в Египте. Древнее царство фараонов начинается с фараона, как его звали, Менис. Самый первый фараон Египта. Фараон Менис правил Египтом в конце 32 века до н.э., а потом создал в то время такой фараон столицу. Столица была создана именно на территории Северного Египта, была создана именно на территории южней сегодняшнего Каира в 20 км. Город называли Мемфис. Это как самое первое центральное государство в истории, самая первая столица в Египте. Такой город сейчас не сохранится, конечно, но это как самая первая столица Бела. В то время, дамы и господа, после смерти первого фараона пришли к власти Египта богатые знаменитые фараоны, поэтому, как говоря, что древнее царство фараонов – это Бела, брат святающая эра, известная как эпоха строителей пирамид. В то время похоронение Бела в пирамидах. Ну, спрашивают всегда, почему именно в таких больших пирамидах древние египтяне похоронили? Древние египтяне похоронили, как египтологи сейчас предполагаются в пирамидах, потому что пирамида, может быть, была как символ вечности. Древние египтяне всегда верили в вечную жизнь при смерти. Поэтому, уже если в вечную жизнь при смерти верили, а тогда древние египтяне похоронили именно только в пирамидах, которая была как символ вечности. Но иногда по-другому. Иногда говорят, что пирамида не была символ вечности, но пирамида была только как лисенца до неба. Одновременно египтологи нашли тексти. Написано в текстах, что для царя или для короля была построена лисенца до неба, чтобы он смог попасть с вершины ее на небо. Поэтому атак древние египтяне похоронили с начала в таких и больших пирамидах, потому что пирамида может быть была только как лисенца до неба. Конечно, дамы и господа, пирамида, если была символ вечности или была как только лисенца до неба, древние египтяне во время правления фараона звали его Джусер, самый первый фараон, строитель самой первой пирамиды в истории. Такой фараон в то время он поставил, или его архитектор, он поставил шесть ступен. Шесть ступен, каждый друг на другую, каждая следующая пила как меньшего размера, получилась в конце как ступенькая пирамида, это самая первая пирамида именно в истории. И тоже она как самое первое каменное сооружение в истории. Дамы и господа, после этого древние египтяне во время правления фараона звали его Синефру. Синефру, такой фараон, во время его правления была построена сначала ступенькая пирамида, но фараон потом приказал засыпать ступени пирамиды его камнями. Когда ступени пирамиды засыпались камнями, появилась в то время пирамиду с ровными гранями, как самая первая настоящая правильная пирамида. А кто это Синефру? Это отец Хиопса. А кто Хиопс, хозяин самой великой пирамиды? И значит, что во время правления Хиопса, когда был опыт, древние египтяне смогли строить большую пирамиду, получилась она как самая великая пирамида в истории, пирамида фараона Хиопса. Пирамиды, как вам рассказывал, что во время правления Хиопса, рабочий фараона смогли строить большую пирамиду. Это была когда точно? Это была в 2650 году, до Маш-Ира, была построена самая большая пирамида в истории. С правой стороны от нас видно, видно эти пирамиды. Правая пирамида, самая большая пирамида фараона Хиопса. Это вторая, где там на вершине, еще облицовка есть. Это как вторая пирамида по размеру. С левой, самая левая, это пирамида фараона Микрена. Это третья по размеру. Когда сейчас смотреть на эту пирамиду, нужно так узнать, что пирамида, она не была в таком образом, она не была в таком виде, когда была построена. Она была какая? Она была именно облицованная, но облицовка не сохранилась. Облицовка убала, как нам видно, осталась только на вершине второй пирамиды. Поэтому, когда направо смотреть на второй пирамиде, есть еще как шапка, как именно облицовка. Это как была пирамида, была полностью так облицованная, но облицовка не сохранилась. Иногда говорят, что может быть арабы, когда сюда пришли, снимали, Иногда говорят, что может быть облицовка упала от землетрясения. Но, дамы и господа, вам рассказывают, что такие большие пирамиды, как самые знаменитые, и самая большая была построена в 2650 году до нашего ира. А где другие пирамиды? А где остальные? 96 пирамид, вам рассказывают в Египте. Остальные пирамиды с двух сторон от нас, в пустыне. 20 тысяч квадратных километров здесь, где есть пирамиды в Египте. Но, дамы и господа, тоже вам нужно узнать, что пирамиды по плану ничем не отличаются. Как не отличаются? Большая самая большая, как будто маленькая. Они по плану ничем, только в размере, только в размере отличаются. Тогда, а что есть в каждой пирамиде? Если они все уже договорились, они одинаковые по плану. Дамы и господа, во всех пирамидах, в больших и в маленьких, ничего нет. Как ничего, значит совсем ничего. Релифов нет, текистов нет, мумии нет, саркопагов нет. То, совсем уже ничего нет. Когда зайдешь в любую пирамиду, совсем ничего не смотри там. Ничего нет. Ну, как можно заходить в пирамиду? Как можно заходить в пирамиду? В каждой пирамиде есть вход. Вход это ведется издалека, как маленькая дырка. Всегда вход как дырка, так ведется издалека, как маленькая дырка. Прямо после входа встречаться с проходом или с коридором. Проход или коридор как узкий и низкий. А потом в конце этого прохода есть так погребальная камера фарауна. Такая каждая пирамида, маленькая и небольшая. Сначала вход. Дерка, как ведется издалека в пирамиде, всегда расположена на северной части пирамиды. Потом после входа есть так как проход узкий и низкий. Совсем очень узкий и низкий, поэтому маленькие пирамидки, да, мои господа, три расположены рядом с великой пирамидой. Значит, здесь есть как три большие, но рядом с каждой великой пирамидой еще три маленькие пирамидки стоят. Три маленькие пирамидки рядом с каждой великой. Иногда говорят, что может быть эти пирамиды как пирамиды Дельяжу. Кроме, конечно, погребальной камеры ничего нет. Кроме, конечно, это не так, что это не так, что это не так. Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, как вам рассказывал, что пока мы узнаем только так, что есть в каждой пирамиде одна погребная камера, которая пока известна до наших дней. Это такая пирамида, поэтому нужно вам узнать так, что пирамида по значению. Она была гробница для короля, для фараона, значит пирамида только для короля, только для фараона была построена. Это во-первых. Во-вторых, что пирамиды все одинаковые, маленькие как большие, ничем не отличаются, только в размере, по плану они ничем. Это во-вторых. Во-третьих, что пирамида пока до наших дней, она остается тайной. Если мы так узнали о пирамиде, что есть в каждой погребной камере, что она была разграблена и так, и так, но это пока известно, как вам рассказывал, до наших дней. Тоже, дамы и господа, есть ли самая большая пирамида или самая великая пирамида, пирамида фараона Хьюбса. Южные большие пирамиды в 10 километрах, а там нашли текисты, а в текистах один из рабочих фараона рассказывал, как он зарабатывал. И рассказывал хорошие слова о фараонах Хьюбса, строитель самой великой пирамиды. Дамы и господа, высота самой большой пирамиды, когда была построена или при строительстве, 146 метров. 146 метров это пирамида при строительстве, самая большая. Сейчас сколько метров она ниже? Сейчас 9 метров она ниже. Это самая большая пирамида. Сейчас 9 метров она ниже, значит, что сейчас высота ее 137 метров. И еще, еще тоже на этой пирамиде есть 2,5 миллиона камен. 2,5 миллиона камен только на этой пирамиде. Камень для пирамиды откуда брали? Камень для пирамиды брали либо из города Осуана, 800 километров южней сегодняшнего Каира, либо из горы, называется Мукат, там находится южней сегодняшнего Каира в 15 километров. Как вам рассказал, что, дамы и господа, что именно для пирамиды камень брали либо из города Осуана, 800 километров южней сегодняшнего Каира, либо из горы Мукат, там 15 километров южней Каира. И, конечно, по размеру камень для пирамиды птицы, у них обычная культура, у них самая серьезная табу, показать своих женщин чужими бедвинами, чужими мужчинами, эти именно бедвинки, которые в пустыне живут. Поэтому нужно так отличить, нужно узнать, что в Египте. Есть женщины живут в городах, работают, образованные, работают даже в разных сферах. Есть бедвинки в пустыне живут, они совсем не видны, все ходят в баранжах. Бедуини строгие, дамы и господа, женщину иногда никому не показывают. Никому, значит, кому, значит, например, врачу тоже не показывают. Если они врачу не показывают женщину, а как они лечатся, лечатся травами, маслами. Поэтому бедуини долго живут и бедуинки много рождаются и более здоровее, конечно, чем в городах. Поэтому уже, а так, бедуинки до наших дней, бедуини женщину врачу не показывают, тоже жениху не показывают. Если врачу не показывают женщину, это понятно, но как это жениху не показывают? Жениху не показывают, потому что уже у бедуинов до наших дней жениться у них не по выбору жениха, но по выбору родителей. Значит, родители или мать жениха, она сама. Мир для волоса, для резницы, для брови. Именно харва, это древние египтяне, древние египтяне, первый народ мира, применяли харва. Харва, это зерно, называется зерно харва. А это растет именно на территории сегодняшнего Каира. Это исключение в мире только в Египте, изготовить такой харва или экстракт харва. Еще тоже греки и римляне, когда в Египет пришли, они уже нашли растение, называется алоевира. Алоевира, такая растение растет около территории сегодняшнего Александрия. Алоевира, дамы и господа, греки и римляне называли как это чудоственное растение. Алоевира сейчас как это первая бабушка при сочных и битовых ожогах. Еще тоже про эти, например, ароматы или осинсии. Осинсии, ароматии, дамы и господа, нужно узнать, что... Дамы и господа, осинсии и так далее, ароматии, как вам рассказывал, что в древнем Египте, била, такие ароматы или осинсии не только как ароматы, не только как осинсии, но эти имеют как внимательно послушать. И здесь именно о пирамиде в каждой остановке вам одно свободное время. Вы фотографируете сами, погуляете сами. Поэтому нам нужно всегда только так предупреждать и советовать, рекомендовать, но потом мы не отвечаем, вы отвечаете за себя. А так нам всегда только совет, а потом вы отвечаете за себя. А здесь, дамы и господа, о пирамиде много народа. Продавцы и предстающие, их много. Они сильно мешают. Но как они мешают? Они предлагают, либо сначала они предлагают вам и предлагают. Фотографировать, предлагают фотку. Фотографировать, либо предлагают...